Начнем мы с доклада «Диабетический поле нейропатии. Новый взгляд на старые проблемы». Выступает профессия Академии Никирова в Санкт-Петербурге, президент общества по изучению боли. Достаточно, мне кажется, серьезная вообще проблема боли. Давно мы что-то к ней не обращались. Здесь, наверное, стоит отдельно как-то пора это тоже поговорить. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие друзья. Видимо, сегодня день действительно такой. Я тоже начал его, правда, не с шести, а с десяти. Но это уже третье выступление. Действительно, я вижу, с одной стороны, колоссальную активность различных обществ и компаний, в том числе некоторых фармакологических, а с другой стороны, вижу неугасающий интерес. Это очень приятно. Вот ковид нам невольно дал руки такой, такую возможность онлайн-трансляции. Я рад, что многие из наших коллег, не только из Москвы или из Санкт-Петербурга, воспользовались этой возможностью, и мы обсуждаем разные проблемы среди разных специалистов. Сегодняшний разговор будет посвящен диабету. Я вообще считаю, что диабет – это неврологическая патология, поскольку диабет сейчас в наш век, когда диспансеризация, к сожалению, недоступна населению. Диагноз часто очень ставит невролог, и эта ситуация довольно печальная, с моей точки зрения. Ну, поговорим, конечно, о неврологических осложнениях. Идея-то понятна абсолютно, что если человек заболел диабетом, болезнь протекает скрыто, и мы прекрасно понимаем, что приходит он чаще всего тогда, когда возникает это осложнение, но наиболее часто осложнение – это диабетические поли нейропатии. Вот сегодня мы их именно и обсудим. Мой доклад осуществляется при поддержке компании «Берлин Химии» и «Нарине», поэтому некоторые сведения, которые будут приведены в докладе, касающиеся в том числе продукции этой компании. Но давайте по существу. Распространенность диабета сахарного в Российской Федерации приближается к 5 миллионам. Но, с моей точки зрения, даже не эта цифра важна, хотя мы прекрасно с вами понимаем, что число выявленных случаев к невыявленным относится примерно в соотношении 1 к 2. То есть, получается, в пределах где-то 15 миллионов у нас, к сожалению, пациентов с диабетом в Российской Федерации есть этих больных. Но это те самые пресловутые 10%, о которых, в общем-то, говорят эпидемиологические исследования из разных стран. Но вот печально то, что не так их много, а то, что практически за последние 10 лет число этих пациентов удвоилось, и прирост подобного рода, такой быстрый, предвещает, к сожалению, в ближайшем будущем то, что распространенность диабета примет характер пандемии. Сейчас эта пандемия употребима к ковиду. Но вот, вы знаете, диабет и ковид – это связанные явления. Вот интересная достаточно работа, с моей точки зрения, китайских ученых, которые декларируют, что уровень сахара выше 7 миллимоль на литр в два раза повышает рексомерцию от инсульта. И это исследование китайцев, оно перекликается с французским наблюдательным исследованием, это, мол, чисто, центровое исследование. Там взяли чуть больше 1300 пациентов с диабетом второго типа. У почти половины из них были микро- или макрососудистые осложнения. Ну и взяли две точки. Первичной и конечной точкой исследования была либо смерть, ну, либо искусственная вентиляция легких. И что оказалось? Оказалось, что вот этой первичной и конечной точке печальная достаточно свидетельствует о тяжести заболевания или фатальном исходе достигла 29% пациентов. Это много, одна треть пациентов. Причем более 10% пациентов умерло. И когда стали смотреть ассоциации, оказалось, что достижение первичной и конечной точки ассоциирования с индексом массы тела, ну а смерть на седьмой день, к сожалению, ассоциирована и с наличием осложнений диабета, как макрососудистых, так и микрососудистых. Если рассматривать диабет с точки зрения неврологической патологии, то вот какая интересная штука получается. Меня больше даже не удивляют цифры распространенности диабетической полимеропатии. По данным разных авторов, она колеблется в пределах 50%. Но кто-то приводит большие цифры, кто-то меньшие. Здесь не это важно с моей точки зрения, а важно то, что у пациентов с преддиабетом, у третьих этих пациентов уже фиксируется полимеропатия. И вот эта вот история совсем печальная, которая и позволяет мне, если угодно, говорить о том, что диабет – это заболевание скорее неурологическое, нежели эндокринологическое. Во всяком случае, я не знаю, какая эндокринная железа первично страдает при сахарном диабете второго типа. Еще одна проблема, которую сегодня мы не будем обсуждать за дефицитом времени – это автономная полимеропатия. Тут такая история, когда нарушается регуляция различных органов системы, ее кардиоваскулярный вариант автономной полимеропатии печально заканчивается. Очень высокая смертность у этих пациентов, а распространенность крайне высока. И, к сожалению, до сих пор не отработан горит помощь этих больных и выявление. У нас какой-то пинг-понг с ними получается, поскольку мы говорим, что у этих пациентов, ну, главный симптом, вы знаете, прекрасная тахикардия, мы отсылаем к кардиологу. Кардиологи говорят о том, что здесь нарушена нервная регуляция, и вот это тот пациент, который поступает в конечном итоге либо в кардиологическое, либо неврологическое отделение, не может получить достаточную помощь, и нередко мы поздно достаточно фиксируем этих больных. И еще одна проблема, очень важная с моей точки зрения, поскольку я плотно занимаюсь, я занимаюсь проблемой боли, треть пациентов с диабетической полной нейропатией страдает от нейропатической боли, которая, к сожалению, быстро хронизируется и очень плохо купируется. Боль, больше, пожалуй, более всех симптомов снижает качество жизни больных. Нет ни одного другого, ну, исключением, может быть, моторного дефицита, но таких пациентов не так много мы видим. А вот боль, да, это проблема, и с этой проблемой приходится бороться не всегда успешно. Когда мы говорим о диабетических полной нейропатии, мне хотелось бы, чтобы вы для себя поняли, что их проявления крайне многообразны. Помимо вот этих привычных носок и перчаток, о которых, в принципе, знают специалисты все, наверное, есть и различные другие варианты. Есть варианты мононейропатии, вот межребрянной невралгии. Это такой камень преткновения был в свое время между, опять же, терапевтами и неврологами. Мы судили о возможности вообще, если угон, там, тракологии, например. А оказалось, что очень часто подобного рода вещи связаны с сахарным диабетом. Обращаю ваше внимание, что компрессионные или тоннельные нейропатии также являются проявлением диабета. Нередко, во всяком случае, наиболее часто вот такой распространен синдром, синдром, я думаю, вы знаете о нем, синдром запястного канала, положительно ассоциирован с диабетом. В 18% случаев, вдумайте только в эту цифру, почти 1,5 больных имеет этот синдром только потому, что у них есть диабет, этот синдром рецидивирует. Вот в настоящее время мы пользуемся такой классификацией. Три группы выделяют невропатии. Генерализованные, фокальные или мультифокальные. Ну и еще одна группа, которая носит название лекарственной индуцировой невропатии или быстро обратимой невропатии. Что это такое? Вот на ней бы я хотел ваше внимание заострить, уважаемые друзья, поскольку нередко именно, как ни странно, вы являетесь виновником появления этой полинерапатии. Ситуация эта развивается тогда, когда агрессивно контролируется сахар и снижается гликированный гемоглобин более чем на 2% в течение 3 месяцев. Здесь я на ваше внимание хотел бы обратить на то, что... Ну, как вы скажете, как же это? Крайне редко историю, мы никогда так не делаем. А вот у пациентов, у которых наблюдаются значительные колебания сахара в течение суток, они, к сожалению, попадают сюда и считается, что порядка 10% с диабетом имеют риск возникновения вот этого инсулинного неврита. Ну, диабетическая полинерапатия – это 75% всех нейропатических синдромов, это наиболее частая форма. И вот консенсус специалистов Торонто, который был посвящен диабетической полинерапатии, он дал ей то определение, которое в настоящее время мы пользуемся, и с моей точки зрения она является исчерпывающей. Во-первых, было сказано, что это сенсомоторная полинерапатия, то есть здесь преимущество чувствительных и хоростов над моторными очевидно. Но второй аспект проблемы, на котором бы я хотел ваше внимание сакцентировать, это причина появления этой диабетической полинерапатии. Обратите внимание, пожалуйста, помимо гиперликемии здесь указана ковариата сердечно-сосудистых рисков. И с моей точки зрения это крайне важно, это важно с точки зрения терапии, вы сейчас поймете почему. Говоря о подтипах диабетической полинерапатии, следует понимать, что там есть два варианта развития. Либо с поражением больших волокон, и там клиническая симптоматика характеризуется наличием глубинной боли, расстройством вибрационной чувствительности, снижением рефлексов и снижением скорости проведения возбуждения по данным электронерамиограммы. А вот второй вид или второй подтип диабетической полинерапатии, это полинерапатия с положением малых волокон. Здесь другая немножко ситуация. Здесь поверхностная боль, здесь вегетативная дисфункция, здесь рефлексы не изменены вовсе. И, обращая ваше внимание, изменение на НМГ у этих пациентов вы не увидите. К сожалению, очень часто во главу угла ставятся результаты именно этого метода, и пациент, который декларирует наличие клинической симптоматики, в том числе, допустим, и боль, а боль – это субъективные переживания, а врач, который смотрит на данный НМГ, говорит, что там изменения нет, и незаслуженно эту пациенту присваивается титул аграванты. Для диагностики диабетических нейропатических синдромов в принципе достаточно детального клинического обследования. Вот тот же консенсус специалистов Торонто декларировал, что при наличии двух или более признаков, из тех, которые здесь предъявлены, это снижение чувствительности или позитивные сенсорные синдромы, либо изменение рефлексов, но позволяет поставить диагноз диабетической пуль нейропатии при наличии, конечно, диагноза диабет с высокой степенью вероятности. Но если течение атипично, или у пациента наблюдается малое число факторов риска, или мы только подозреваем развитие у пациента неврологических осложнений, требуется проведение дополнительных методов исследования. Это те методы исследования, которые должны в себя включать электронермиографию. И мы с вами договорились, что эта электронермиография будет показывать исключительно тот подтип, который сопровождается поражением больших волокон. Ну а в той ситуации, когда страдают малые волокна, здесь совершенно другие методы исследования используются для диагностики. Ну, чаще всего, во всяком случае, раньше мы применяли метод биопсии кожи с оценкой плотности залегания энтропедермальных волокон. Это достаточно болезненная процедура, честно говоря, пациенты ее не очень любят. Но вот сейчас на помощь к нам пришли такие неинвазивные методики, как, допустим, корональная конфокальная микроскопия. Там оценивается то же самое, как вы понимаете, на роговице. Можно у этих пациентов оценивать контактные тепловые выездные потенциалы. Ну и появился такой специальный пластырь, он оценивает функциональную иннервацию поток желез, закрепляется на порядка 10 минут и меняет свой цвет у пациента с поражением малых волокон. Вообще, когда говорят о оценке неврологических симптомов, в наш век следует их, конечно, валидизировать, но хотя бы для того, чтобы оценивать динамику пациента. Вот есть такая шкала неврологических симптомов, шкала НСС, она достаточно простая, как вы видите. И в результате оценки симптомов у пациентов с сахарным диабетом мы можем определить выраженность их в баллах. Это очень удобно, поскольку нередко пациент передается одного доктора другому и отслеживать динамику подобного рода пациентов такие шкалы помогают существенно. Равно как и помогают такие шкалы, как мичиганский опросник с кринга невропатии. Для чего он нужен? Очень часто клинические проявления диабетической полиневропатии в дебюте достаточно ажурны. И заподозрить ее наличие, а уж тем более поставить корректный диагноз, представляет сложности даже для серьезных специалистов. Поэтому вот этот мичиганский опросник, он состоит из двух разделов. Это анамнез. Анамнез, анамнез, анамнезистическую часть заполняет сам пациент. А вторая часть, это та часть, которую заполняет уже непосредственно врач. И в той ситуации, когда пациент набирает 2,5 баллов и более, диагноз полиневропатии, диабетической полиневропатии, может быть поставлен как возможный. Если этому сопутствует изменение по шкале НСС, который я только что вам показал, в 3 баллов и более, тогда этот диагноз становится очевидным и корректным. Этим шкалам следует безусловным образом пользу в своей практической деятельности. В рамках дифференциальной диагностики, если разложить причины появления полиневропатии по релевантности, диабетическая занимает первое место, а на втором месте это дефицит по витамину В12. Вот об этом следует помнить, особенно об этом следует помнить у пациентов с диабетической полиневропатией, как бы странно это ни звучало, ведь прием метформина очень часто снижает содержание дефицита В12, и это отягощает течение процесса и нередко сопровождается болевыми синдромами. На третьем месте находится парапротеинемическая полиневропатия, диагностика относительно проста, электрофоресия, иммунофиксация белков, это достаточно уже рутинный метод исследования, но остальные, алкогольный, ремический, гипотириоз, ну и так далее, в том числе и карсно-индуцирная полиневропатия, они находятся на четвертом месте, и должны быть, конечно, вероятность возникновениях оценены специалистами, ну прежде всего, конечно, неврологами. Вот когда я вам говорил об определении специалистов по изучению диабетической полиневропатии в Торонто, я вам сказал о том, что они привели в своем определении ковариат и сердечно-сосудистых рисков. Уважаемые коллеги, для неврологов уже давно не секрет, что уровень сахара вовсе не коррелирует с выраженностью неврологической симптоматики. Совершенно не коррелирует. Вот распространенность диабетической полиневропатии при сахарном диабете 1 и 2 типа, она примерно одинакова. Но посмотрите, что происходит. Если мы эффективно контролируем глюкозу при сахарном диабете 2 типа, то эффективность лечения диабетической полиневропатии 60-70%, а для сахарного диабета 2 типа всего 5-7% на уровне ошибки математических. И когда факторы риска развития диабетической полиневропатии разложили по релевантности, то оказалось, что ужирение, оказалось, что гиперхолестеринемия, гиперлипидемия, гипертония и даже курение гораздо более значимы для выраженности неврологических расстройств, нежели уровень сахара. Это впрямую связано с лечением. Когда мы говорим о базовых принципах патогенетических терапии диабетических полиневропатий, взять нужно 3 основных группы. Это патогенетическое лечение, это лечение симптомов и улучшения качества жизни, по сути дела это прежде всего терапия и боли, но и профилактика развития осложнений, прежде всего диабетической стопы. К сожалению, в мире каждые 30 секунд путируют стопу по показаниям у диабетиков. И вот существует очень простой тест, который вы можете использовать в своей практике. Есть сложные тесты, мы о них тоже поговорим. Но вот и тест 6 прикосновений. Что это такое? Пациент может это сделать сам. Уложите его на спину, возьмите кусочек ватки, он не должен смотреть на кончики своих стоп, и последовательно касайтесь случайных образов трех пальцев на одной стопе и трех пальцев на другой. В тех ситуациях, когда он не чувствует двух прикосновений из шести, это повод для серьезного обследования. Как вы сами понимаете, такое обследование пациент может делать в домашних условиях, жена может делать мужу или муж жене. Эти больные, безусловно, должны попадать в серу нашего внимания. И тогда профилактика, конечно же, будет более эффективна. Что касается терапии боли, буквально пару слов я хотел бы сказать. Когда мы говорим о нейропатической боли, мы практически говорим о боли хронической. Любая хроническая боль – это снижение порога возбуждения ноцицептивных структур и дисфункция структур антиноцицептивных. Исходно, в дебюте самом, снижается порог возбуждения волокон, которые проводят болевые импульсы. Возникает симптом периферической сенситизации. Сенситизация по-русски снижения порога возбуждения. Она имеет клинические проявления в виде гиперальгезии, механической, но наверняка вы знаете такой симптом натяжения. Когда поднимают, допустим, ногу у пациента с радикулитом, он жалуется на боль, стучат по нерву, или давят на него больной нерв. Больно. Вот это и есть гиперальгезия. А в тех ситуациях, когда снижается порог возбуждения уже мембран нейронов, которые воспринимают болевые сигналы, возникает феномен алладини. Это та ситуация, при которой сигналы любой модальности начинают восприниматься как болевые. Вот характерный пример, допустим, пациенты с мигренью. Они говорят о том, что им больно причесываются. Тактильное раздражение воспринимается как болевое. Ну и, наконец, дисфункциональная боль. Это та ситуация, когда наблюдается дисфункция антиноцептивных систем. Там появляются симптомы, которые, к сожалению, бывают, порой ухудшают качество жизни пациента гораздо больше, больше, нежели боль. Тревожность, депрессия, расстройство сна, вегдативные пароксизмы. Связано это с тем, что через антиноцептивные системы реализуется и наш эмоциональный фон, реализуются циркадные ритмы. И поэтому вот эти корковые реорганизации, которые мы наблюдаем у этих пациентов, предполагают развитие такой боли. Ну, а раз это так, то, соответственно, и методы терапии, которые применяют у пациентов с диабетом для лечения боли, они укладываются в применение тех препаратов, которые действуют непосредственно либо на перевозбужденные нейроны и от антиконурсанты, прежде всего, габапентин и афрегаболин, либо антидепрессанты. Ну вот для диабета, использования трициклических антидепрессантов типа амитрептилина и нортрептилина, вряд ли показано, поскольку они обладают выжженным холенолитическим эффектом и вообще в противопоказаниях у них написано 60 лет и более. И с этой точки зрения применяют, как правило, так называемые антидепрессанты двойного действия или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Это всего лишь три препарата, представленных на нашем рынке долоксетин, венуфоксин и мелноцепран. По своей формокинетике кстати, амитрептилина очень близко к этим антидепрессантам, но они в отличие от него не обладают теми побочными действиями, которые характерны для трицикликов. Терапия патогенетическая предполагает помимо коррекции уровня глюкозы в обязательном порядке терапию ожирения, терапию дислепидемии, терапию гипертонии. Теперь вы понимаете почему, потому что это факторы гораздо больше влияющие на выраженность диабетической полинеропатии, нежели уровень сахара. И с этой точки зрения применения диеты и физических упражнений является обязательным для каждого пациента. Оттуда берутся эти группы фитнеса. При амбулаториях, при многих амбулаториях для диабетиков они уже созданы. Потому что, посмотрите, что происходит. Вот взяли две группы пациентов с диабетом и предложили одной дополнительно к той нагрузке, которая у них и так существовала, осуществлять некие физические упражнения. Я вам скажу потом, какие. И что оказалось, уже через три месяца по основным показателям, которые нас интересовали у пациентов с диабетом, мы увидели статистически значимые различия. И эти различия стали существенно больше через 12 месяцев ежедневных таких тренировок. Но посмотрите, что это за тренировки. О чем идет разговор? Это всего-навсего 1852 шага обычных или 1623 шага с палками. Стандинавская ходьба. А если через месяц, то и того меньше. 1141 шаг. Всего лишь нужно было добавить пациентам ежедневно к обычной нагрузке. А если скандинавская шага с ходьбой, всего лишь 917. Это, с моей точки зрения, крайне важно донести для пациентов с диабетом. И вы понимаете, почему это происходит. Вы знаете, что в его патогенезе системное воспаление играет ведущую роль. И вот это повышение в крови провоспалительных стакинов, прежде всего интерлекина 1b, это вот этот злого фактор некроза опуха альфа, оно сопровождается в рыбоке, в том числе интерлекина 6-го, который является своеобразным маркером с сигналом для выработки противовоспалительных стакинов. И вот, допустим, при сепси картинка вот такая, а вот при физической нагрузке вот такая. Плохих стакинов нет, а хорошие вовсю. Физические упражнения позволяют в значительной степени снизить выраженность системного воспаления и таким образом улучшить течение заболевания. Во всяком случае, по проявлениям невропатии мы видим улучшение в пределах 20% у пациентов, которые испытывают физическую нагрузку, я имею в виду диабетиков. Что касается волшебных таблеток, которые ждут от меня, от вас, от меня, естественно, пациенты, это не достаточно большой комплекс препаратов. Я хотел бы, чтобы все понимали, что помимо альфа-липо-экслоты, которую вы наверняка знаете, используются должны такие препараты, как бенфотиамин, используются должны гамма-линоленовая кислота, но вот те ингибиторы альдоза, ревектаза и бета-протенкиназа С, которые также были бы нам хороши и полезны весьма конкретными целями. К сожалению, они использованы быть не могут, поскольку эти препараты не представлены на отечественной облинке, хотя, если говорить об ангибиторах альдоза и ревектазе, это влияние на полиоловый путь, а полиоловый путь это прямая дорога от диабета к каторосклерозу, ангибиторы протонкиназа С, это влияние прежде всего на системное воспаление. Но у нас есть вот гамма-линоленовая кислота, я хотел бы ваше внимание обратить на это. Этот препарат следует использовать в тех ситуациях у пациентов с диабетом, когда у них наблюдается токсическое ожирение. Там БАД, оно в виде БАДов представлено, это либо масло приемное вечернее, либо слиник, помните об этом. Ну а два препарата с доказанной эффективностью, это альфа-липоэкслота и бенфоциамин. Альфа-липоэкслота, конечно, является основным препаратом для лечения диабетической полиоленепатии, поскольку она оказывает протективное действие, ограничивая перекисное окисление липидов. Это антиксидант как прямого действия, так и непрямого. Естественно, без альфа-липоэкслоты лечить диабетическую полиоленепатии не представляется возможным. Механизмы влияния на окислительный стресс позволите не раскрывать. Я думаю, что они, в принципе, известны. По сути своей, по сути своей, это перехват свободных радикалов прежде всего. Есть значительное число исследований, много центровых исследований, осуществленных по всем критериям доказательной медицины, которые свидетельствуют о том, что альфа-липоэкслота может и должна быть использована в рамках терапии диабетической полиоленепатии. Неврологи это прекрасно знают. Но вот некоторые детали этих исследований, допустим, синий или алладин, которые декларируют о том, что антривенное введение альфа-липоэкслоты вызывает достоверное снижение неврологических симптомов и фиксируется это улучшение уже достаточно быстро, практически с первого дня. Доза, в которой назначается антривенное введение, это 600 мг. При этом, во всяком случае, вот в исследовании Аладдин также отдельно было упомянуто, что чем раньше будет выявлена патология неврологическая и чем раньше будет назначена альфа-липоэкслота, тем лучше. При этом, это касается не только боли, но и других проявлений позитивных сенсорных расстройств, таких как жжение, таких как парастезия или, допустим, снижение чувствительности. При этом, вот на что следовало бы обратить внимание, что эффект от введения альфа-липоэкслоты внутривенной, он достаточно длительный, он достаточно длительное время наблюдается у этих пациентов, во всяком случае, не менее полугода, вот это работа отечественная, работа строковая, которая также декларировала о том, что курс альфа-липоэкслоты, который следует использовать у этой категории пациентов, минимально, должен быть два месяца, в пределах шести месяцев также препарат может быть применен. При этом препарат эффективен как у пациентов с недостаточной или плохой компенсацией сахарного диабета, так и у тех, у которых гипогликмическая терапия отрегулирована. Во всяком случае, лучше, конечно, этот препарат будет работать, когда контроль за уровнем сахара у пациентов определен, но это вовсе не значит, что от него следует отказаться в тех ситуациях, когда добиться этого контроля не получилось, но в силу каких-то объективных или субъективных причин. При этом вот достаточно еще интересные данные, которые уже исследованы на ТАН приводятся, они декларируют то, что препарат в любом случае будет оказывать действие у пациентов даже с большой длительностью сахарного диабета и уровнем ангимилобина большим либо равным 7. Помимо внутривенных введений следует использовать, можно использовать безусловно нужно использовать таблетирные формы альфа-липовых кислоты. При этом вот те исследования, которые проводились по этому поводу декларируют о том, что да, можно использовать дозировку 600, но можно использовать и более высокие дозы у этих пациентов до 1800. Вот одно из исследований RALPIL study, во всяком случае, которое оценивало эффективность приема препаратов альфа-липовых кислоты в течение трех недель, по три раза в день принимали 600. в общей суточной дозировке 1800 и достигали приличных очень результатов при приеме таблетирного препарата. Ну, а остальные исследования, которые здесь приведены на слайде, вы видите, также декларируют о том, что таблетирные формы работают не хуже, чем внутривенные введения. Я не привожусь, но могу так вербально сказать о том, что единственное, на что бы я мог ваше внимание обратить, вот на терапию, разницу в терапии при внутривенном пероральном приеме, то, что эффекты, как правило, при внутривенном приеме фиксируются раньше, это примерно к третьей неделе от начала лечения, но примерно через месяц они сравниваются между собой, я имею в виду пероральный прием и внутривенные инфузии. Очень важным, с моей точки зрения, свойством альфа-липоевой кислоты это возможность влиять ее на болевой синдром. Во всяком случае, умеренно выраженные боли, боли до 3 баллов по шкале ВАШ, очень неплохо подаются при инфузиях альфа-липоевой кислоты. Ну и есть сведения о том, что применение альфа-липоевой кислоты рекомендовано и позволяет отсрочить, во всяком случае, даже предотвратить развитие пациентов диабетической стопы. Это очень здорово. Таким образом, я думаю, вы понимаете, что в рамках терапии диабета применение альфа-липоевой кислоты является обязательным. У нас на отечественном рынке представлен препарат берлитион. Он есть и в таблетках, есть и в ополах. Это немецкий препарат. Производится сообразно стандартным. Прописанные в нем показания позволяют ее использовать не только при диабетической полинеропатии, но при неропатии алкогольной. Но механизмы, которые выявлены при изучении конкретного препарата, они, в общем-то, соответствуют тем, которые я вам уже отдекларировал. Почему я этот механизм и тем не менее второй раз показываю? Потому что надо сказать, что берлитион, пожалуй, единственный препарат с такой обширной доказательной базой. Проводилось его изучение при инфузиях, проводилось его изучение при приеме таблетерных препаратов. И что оказалось? Оказалось, что данные, вот те, которые я вам приводил, они соответствуют, говорят о полном соответствии для этого препарата и альфа-липоевой кислоты вот в тех исследованиях, которые во всяком случае и для таблеток, и для внутривенных введений дозировка от 600 мг позволяет добиваться существенных результатов, но, опять же повторяю, сроки приема препаратов должны быть значительными достаточно. В соответствии с выявленными свойствами берлитион был включен в соответствующие стандарты рекомендации. Вы знаете, что сейчас за спиной каждого врача к сожалению стоит прокурор, поэтому следование клиническим стандартам, рекомендациям это правильно, это следует делать и вот равно как на предыдущем слайде здесь вы видите, что тег-то экслотам в данной ситуации облитион может быть включен согласно стандарту министра минздрав доза рекомендованная 600 мг ну а средняя курсовая доза это 84 тысячи это как раз примерно получается 4-7 месяцев то есть середина примерно того срока который я вам огласил ну способы применения как вы уже поняли этого препарата различны можно это делать и следует это делать во всяком случае понимая то что мы крайне редко к сожалению хватаем вот эту диабетическую полнерапазию в дебюте с моей точки зрения применения при диабете альфа-репрог кусок и является обязательным даже если пациент еще не попал в курицу спасибо